скажите как вы считаете в бою мухаммед али против майка тайсона кто победил бы мухаммед али почему ну тайсон и немножко был не сдержан и я думаю поэтому но али это история был ну как бы как ты так мухаммед али почему не знаю у него дух есть он сильнее духом тайсон слабый духом ну не сильнее мухаммед али это точно я думаю мухаммед али почему больше профессионализма у него и практики сложно ответить на этот вопрос но все-таки у майка тайсона больше вес преобладает там у хаммеда али скорость мне кажется что майк тайсон все-таки поддержал бы победу если бы попал то же самое думаю что тайсон почему потому что тайсон на уху бы откусил его и завалил бы майк тайсон ну во первых у них вес разный то есть как бы такой бой в принципе исключен ну собственно мне кажется майк тайсон будет повыносливый дали почему знаю он сильней я без понятия мухаммед али почему не знаю почему то майк тайсон мне кажется он уже старенький уже все ему пора сдаваться майкл тайсон у него сильнее ударить мухаммед али слабее его не знаю это но он тоже сильнее вообще то вроде они как друзья они вообще не дерутся на ринг вопрос скажите вы считаете федора емельяненко величайшим бойцом планеты да он всем доказал что никогда не сдавался ему любой боец но не чувствовал него вообще не знаю точно а слышали что про него ну слышал он борется ну это такое не знаю да безусловно да конечно считаю он же президент союза федерации ммр россии мне кажется это величайший боец смотрел пару его боёв серьезный серьезно настроен на победу но наверное отчасти да и настолько но что он чего-то все-таки достоин каких-то званий то скорее всего да ну да наверно ну я им особо не интересовался в принципе боями не интересуюсь поэтому не знаю конечно он самый сильный да я считаю его величайшим бойцом нашей страны но не планеты конечно и вот его последние бои там имело место быть нечестное судейство или это были договорники но они не было такого ничего делать люди сами решают не нам решать за них правильно у нас есть свое мнение у них свое затрудняюсь ответить если честно просто я считаю что федор это круто кажется нет все было по-честному начиная с 2011 уровень тот же остался поединков все на высоте всегда мне кажется он лучше стал среднем бою когда он уже бегал такой по рингу чуть ли не падал наверное можно было присудить победу не помню как звали его с оппонента в общем ему можно было но из-за домашней арены как бы зрителей все-таки да мне кажется правильно поступили что федору вручили победу до имела место нечестное судейство я считаю и скорее всего стоило присудить победу оппоненту федора я если честно не видел последнего не могу сказать вообще последний вот его начиная с 2011 года были может нечестные какие-то матчи ну а так он молодец в общем на самом деле вот насчет последнего боя федора который отправил запамятовал с кем на самом деле вы последний бой но я его смотрел все-таки мне кажется было нечестное судейство в сторону федора больше потому что было несколько моментов где в профессиональном боксе допустим остановили бы бой потому что у федора были так называемые ноги макароны называется в боксе когда он не держался на ногах он убегал все-таки мне кажется было немного нечестное судейство но это не мешает ему оставаться величайшим бойцом планеты